Привет, друзья! Блог Учимся с Алисой с вами. Как у нас пошла волна о том, как нужно быстрее взрослеть, это неправильный подход. И я вам больше скажу, кого как ни нас спрашивать. Не псевдопсихологов, не псевдопсевдопедагогов. Спрашивать надо Тепляковых. Ура! Так вот, в этом вопросе, в вопросе сокращения сроков обучения, необходимо смотреть на реальное содержание программы, а не заниматься популизмом. А там нас одни визжат о том, что все должны идти в ПТУ, другие, что образование должно быть элитным, а третье, что кролики это не только ценный мех, то есть школа не только образование. Школа это образование. И это образование, насколько мы знаем, сейчас неэффективно. В первую очередь в части начального образования. Мы многократно говорили, что в школы России нужно идти так же, как в сопредельных странах с шести лет, или даже может быть с пяти лет, если шесть лет наступает до конца календарного года. Дети справляются с нагрузкой. Такие же дети справляются с нагрузкой в Армении, Белоруссии, Украине, Казахстане и ряде других бывших советских республик. Детей в штуках в бывших советских республиках в три раза больше, чем в России. Это факт. И они справляются. Наши что, глупее? Это второй момент. Третий момент. Вы прекрасно все знаете, что многие дети идут в школу, в начальную школу, зная программу начальной школы, или зная большую часть программы начальной школы. И мы сталкиваемся с искусственным торможением детей. Потом их нагонит волна требований, и они начнут с ними не справляться. Но на начальном этапе очевидно, что началку можно сокращать. Очевидно, что существует программа эффективная начальная школа и многие другие, которые дают программу, например, 1.3 вместо 1.4. Очевидно, что в российской школе прыгали через третий класс, и все было хорошо, и никто не прыгал после этого с крыши. Поэтому это еще один год выигрыша. Ну и самое главное. Зачем эти сказки о том, что как они пойдут работать, бедные и несчастные, если вы точно так же прекрасно выпихиваете в 18 лет работать после ПТУ? Вот это не бедные и несчастные. Почему бы эти 18, если их выпихивают работать, не иметь профессионального образования, высшего профессионального образования, или нескольких высших профессиональных образований? Если вы считаете, что школа выполняет функцию передержки и держит детей до того, как они должны пойти работать, то тогда, пожалуйста, дайте им нормальное образование. А то у вас дети в 16 лет не знают, что такое Великая Отечественная война. Кто не верит, откройте, пожалуйста, учебники истории. Девятый класс заканчивается в 1905 году. Уже много-много лет, 10 лет, новый в ГОС не предполагает изучение Великой Отечественной войны на уроках истории. До 10 класса. А в 10 классе дети уходят в ПТУ. Ну или выбирают профи, и чаще всего не исторический. Задумайтесь об этом. Послушайте, что вам говорят те, кто разбираются в образовании. Образование не нужно уменьшать, искусственно выбрасывая из него куски. Образование нужно привести к удобоваримому виду, соответствующему потребностям и способностям и возможностям детей. А возможности детей таковы, что в 18 лет они уже могут у вас быть кандидатами наука. Всем привет! Заводим Новохолис, слушаем экспертов.